Да, давай вырезки потом делай с этого. Красавчик. Точно хочу кофе? Вот это я 100% хочу. Сало, тон, стол и горисон. Оно-то вкусное, но дорогущее, зараза. По факту я ее работаю и есть, что оно выпендривается. Труб мы нашли только на следующий день. Что там происходит? Мы в меня циеваня. Всем привет, всем доброе утро. Надеюсь, ты снимаешь. Надеюсь, да. Я, кстати, снимаю и буду сейчас сразу жаловаться на Леру. Она отобрала у меня камеру и теперь мне приходится снимать на старую экшн-камеру. Я уже отвык. И проблема в том, что я даже не знаю, снимает она или нет. Поэтому все можете сразу зайти в комментарии и наругать Леру. Вышли мы, как обычно, на улицу. Решили немножко сегодня прогуляться, съездить в торговый центр. Лера хочет тратить деньги. Ничего нового. Днем вечера? А сейчас пока. Все, а там трактор есть. Трактор не будет. Пойдем. Мы сейчас идем, сыночек. Вот, так что... Ну вы поняли, да? Короче, я взяла камеру, чтобы снимать то же самое, что и я. И повторять за мной все кадры. Она так любит делать. И прыгай с него. Ой, я как шар большой. Опа! С высоты прямо. С высоты прямо. Лау, нормально, вставай. Тренировка. Ну, не совсем. Пойдем. Давай помогу, если хочешь. Хочешь? Нет. Нет, сам? Сам справился. Молодцы. Это сколько? Камера. Моя. Это папина. Папина. Теперь я понял, зачем меня Лера тащит в общем магазином. Она решила эту книжку купить втихую. Нет, это же магистр, основатель дьявольского пути. И что, это хорошо или плохо? Короче, все понятно. Вот, идем мы сейчас в ВОЗ. Лера будет выбирать себе какую-то книжку. Вот, хотя она, знаете, уже прямо название знает. Вот, но как я понял, она еще не заказала ее, а идет только покупать. Лера будет выбирать. Что Лера взяла? Основатели темного пути. Том первый. Ну, вы поняли. Дошли мы до торгового центра. В Гринни мы, да? Пойдем немножко посидим в какой-то кафешке. По хабым кафе. Я люблю, как часа утра капризны. Поэтому, видите, сидит у мамки на руках. Вот, у меня уже на руках. Ты думаешь, что он очень веселый, как слушает мальчик, да? Да. У меня уже посидел немножко. Теперь... У нас капризы по любому поводу. Поэтому, наверное, по торговому центру мы долго и не походим. Осталось нам немножечко выбрать, что мы хотим сегодня покушать. В центре торгового центра куча различных кофей и кафешек. Я даже не знаю, чего. То есть точно хочу кофе. Вот это я сто процентов хочу. А дальше там уже по состоянию души. Короче, зашли мы в пекарню Синнабон. Францис Пекарня взял себе холодный кофе Элирию. Взял себе вон такие вот Синнабончики, или как они называются. И я на миру вон этот, как его, капкейк. Короче, будем мы немножко хомячить. Ну что, ребята, мы перекусили. Сидим, отдыхаем, слушаем капризу Яромира, который сегодня не выспался и очень сильно нас капризничает. Что могу сказать? А вам, в принципе, штука эта очень вкусная. Синнабон. Блин, да. Она-то вкусная, но дорогущая, зараза. Вот. Синнабоны были вкусные. Маффин, ну, такой себе, ну, он назывался там капкейк. Ну, мне лично он не понравился. Там, возможно, на фоне деталера говорит, вы ее слышите. Она там снимает для вас влог. И Яра Мир смотрит мультики. Яра Мир, напрочь, отказывается ходить по магазинам. Ну, точнее, он ходит в нее спокойно, просто что носится, как дикий зверь. Не может усидеть. Поэтому Лера, на удивление, даже Леру не зовет. Я ему, кстати, говорю, все, Сынчик, пока-пока. Говорит, нет, папа, привет-привет. Не побежал дальше. Ну, как они в магазину продолжаются. Короче, мой весь влог, как я хожу за Яромиром и снимаю его сзади, а он бегает по магазину. Полочка такая. А это твоя полка, посмотри. Ну что, мы вернулись домой, мои малыши пошли спать, а Евген пошел на гуленки. Точнее, мы с ним договорились с Ваней, так как у нас сегодня совпадают более-менее выходные. Потом неизвестно, как будет совпадать. Мы решили сегодня еще продолжить наши игрища в ужас-арк. Те, кто у меня подписан на Телеграм, те, в принципе, уже и так знают, что мы частенько собирались до этого момента. Игра вот такая. Не показал я вам, конечно, что у нас там новое приобретение у меня, но если вы также подписаны на мой Телеграм-канал, вы уже давно все это знаете. Если не забуду, вечером покажу все, что у меня там. Обновочки мои. Конечно, сегодня должны были на одном приехать еще обновки, но, блин, уже, к сожалению, не успеваю. Плюс еще надо по делам в Жест заехать будет. Поэтому уже в новочке сегодняшние смотрите еще в Телеграме. Вот. Ссылочки все внизу. А пока мы по жаре. Тэпаем встречать Ваню с работы. И пойдем немножечко поиграем. Еще когда я приехал из Франции, я вам это еще рассказывал, что планировал снять о своей коллекции настольных игр вам видосик. И вот не знаю, будет ли вам это интересно или нет, что я сейчас в последнее время иду. И думаю, блин, может я вам все это показываю, рассказываю, а вам эти настолки нафиг не сдались. Вот. Обязательно напишите в комментариях. Ну, будет ли у вас интерес смотреть видео просто про мою коллекцию? Она и не маленькая, и не большая, скажем так. Вот. Но рассказывать много. Видимо, получится, скорее всего, большое. Будет или интересно, или нет. Да, кстати, недавно просто я никогда это не делал, статистику не смотрю. А что-то я как-то лежал, делать было нечего. Думаю, дайте зайду, посмотрю, какое место у нас самое популярное видео. И на удивление, на удивление, сначала было пораньше популярным, когда я забирал Ирамира из роддома. Это было самое популярное видео. Но, но, появилось новое видео, которое обогнало даже забирание ребенка. Вот. Это, когда я рассказал про свою коллекцию комиксов. Такое, знаете, блоговое видео, там, где я садился на фоне Леры. Ну, точнее, ее фоне, который был сзади. Вот, там, где книги. И я рассказывал про комиксы. И это видео, на удивление, сейчас пока у меня топовое видео. Поэтому, подумайте по поводу настолок. Будет интересно, расскажу. Можем интересненько еще вспомню какие-то истории. Ну, как обычно, вы знаете, как я блоговые снимаю. Всякую ерундуницу больше, чем рассказываю про сами книги или игры. Поэтому, обязательно, про это надо будет написать, по-моему. Потому что, вот, я в последнее время, ну, поймался на мысли. Все думал, нафига вам это надо? Да, вот. Кто будет смотреть. Ладно, еще те, кто меня на постоянке смотрят, люди, есть такие очень-очень важные у нас люди, которые смотрят все мои видосы от начала до конца, подключают всякие мелочи. Что мне очень приятно. Мне очень приятно, что даже если вас таких 10 набирается, которые прям не пропускают ничего и всем, всех это увлекает и все это смотрят, я прям очень рад, я вас очень-очень люблю. И надеюсь, все остальные мои подписчики будут такими же дотянутся до вас. Вот. И не будут халтурить. Да, спасибо. Я проснулся в час и понял, что меня будильники ненавидят. Ваня меня только что осуждает, что я не предупредил, что я снимаю, и поэтому он говорит, что я грязный, не побритый. Вот-вот. Вот. Вы еще не чувствуете запаха. Совсем не. Как волосня. Ну, когда там технологии перейдут. Вот, да, вы почувствуете. Потом, в будущем, когда вот дойдут, вы сразу почувствуете. Обязательно порядки. Ну, Ваня с работы, я его, видите, перехватил. И мы сейчас топаем в ЖЭС, а потом едем к Ване спасать мир. Зашли мы, короче, в ЖЭС. Людей там не много было, человек, сколько? Ну, человек 6, наверное, там отсидел. Нет, наверное, туда, наверное. Нам вообще вот туда вот надо. Ну, так сюда пришли. Пошли, ну. Зашли мы, короче, в ЖЭС. Было одно свободное окошко, там женщина какие-то листы перебирала. Я к ней подошел просто, чтобы уточнить, в какое нам окошко идти. Говорю, ну, куда она может нам получить справку о составе семьи? Говорит, там, первое по четвертое окошко. Я смотрю, а у нее первое окошко. Говорю, о, так вам можно? Она такая, да. И такая, типа, перебирает бумажку. Говорит, нет, я говорю, если вы заняты, я могу перейти во второе. Там тоже было свободно. А он такая, нет, можете здесь быть. Таким, знаете, таким лицом. Я думаю, что ты шо, блин, я к тебе вежливо. Надо было, знаешь, как тебе больны. Просто нагнать на нее. А сразу будет. А ну-ка, быстро мне делай. Вот, и пойти. Короче, отвлекли дамочку от работы. Она еще была недовольна. Хотя мы не вежливы, я сразу ей сказал. Мы можем перейти в другое, типа, если вас не отвлекать. По факту, я ее работа и есть, что она выпендривается, нафиг. Когда я так сказал, что с первой по четвертой. Ну, я посмотрел первой, ну. Я их пришел, значит, как вам можно? Она говорит, да. Фух. Ну шо, ребят, мы кое-как доехали до Вани. Что-то уже больше сил, блин, вообще уже нет, пока доехали. А у нас еще куча все впереди. Ваня изуродовал стену. А вот, короче, доехали. А сейчас чуть застынем, подождем, потому что на улице духота адская. Просто невозможно. Такая гадкая погода, липко, жарко, мокро, фух. Знаете, пройдешь 10 метров и все, и начинается у тебя вот эта вот такая адская усталость. Такая какая-то сонливость, да? Да, реально. Вот. Хотя вроде бы я сегодня выходной, да ты после работы еще плюс. Нам еще мир спасать вообще-то. Короче, сейчас, наверное, мы немножко остынем. Чего посидим, да пойдем поиграем. Потому что что-то мы как-то немного заморились. Кто не знал, Ваня, кстати, рисует. Ну, парочку его работ есть. По большей части на компе. То есть, если кому-то надо, обращайся к Ване, он вам нарисует всякие обложки, заставки. Есть, наверное, какие-то превьюшки делать. Ваня всем этим занимается, если что. Отдыхаем пока. Грядет карнавал. Послушайте, говорит шериф Энгл. Это может показаться бредом, но я ничего не выдумываю. Резко выдохнув, он возвращается за свой стол и наливает всем кофе. Одна дамочка из Аптауна увидела на улице какого-то чокнутого в этой маске и с окровавленным мясницким ножом. Шериф указывает на черную кожаную маску, лежащую на столе. У нее смешной длинный нос, а на лбу намален желтым непонятный символ. Мы с ребятами приняли его на угол. Эти названия просто убивает. Шериф стискивает зубы и хмурится. Он только смеялся, пока на нем застегивали браслеты. Что тут происходит? Называл себя Дзанни. Ничего так и не рассказал, лишь твердил какую-то чушь про то, что грядет карнавал. Труп мы нашли только на следующий день. Что там происходит? Адвокаты этого Дзанни затребовали, чтобы их подопечного обрядили смирительную рубашку. Мы были только разы. Мы время нам в обрез, а время не в обрез. Если вы не ошибаетесь, это дело куда важнее, чем кажется на первый взгляд. Дзанни явно имел в виду не какой-то там карнавал, а венецианский. И он начинается прямо перед ближайшей формированием. Вот наш карнавал, уже готов. Короче, начинаем мы играть, как получится. Вот наша завязочка на сегодняшний день. Будем надеяться, что пройдет все хорошо. Венеция. Мы в Венеции, Ваня. Короче, Венеция, локация, собор святого Марка. Бла-бла-бла-бла. Вы не можете восхититься роскошью и величием собора. На площади перед ним танцуют и веселятся гости карнавала. Не подозревая о нависшей опасности. Чтобы вы понимали, мы, наверное, уже час играем. Мы на одну локацию перешли. Ваню атаковали кучу монстров. Меня какой-то атаковал. Твои комментарии? Это какая-то... Блин. Даже, ну, слов нормальных нет на это. Только запикивать, да? Просто сидишь и просто уеваешь. И все, все. Все, что у меня... И это даже нормальный режим. Это несложный. Как люди в это играют? Не объясню. Мы не продумали момент. Надо было просто сразу заставлять ее. Кто же знал, что будет так? Прям настолько пошел. В прошлый раз очень гладенько. Ну, начало у нас легко пошло. Потом было тяжело в конец. А здесь самое начало тяжело. И мы уже даже не продвинулись. Ладно. Играем дальше. Час прошел. И сам прикол, что проблема в том, что даже никто никому помочь не может. И Ваня там вообще потерял. У него это неудачно вышло. Ладно. Играем все. Смотри, что я могу сейчас сделать и помочь чем? Я могу либо попробовать тебя подхилить, но это опасно тоже. Либо, либо попробовать кого-нибудь ударить. Что тоже опасно. Если я промажу, я ударю тебя. Я захилил одно хп. У меня получается два. У меня остается еще два действия, да? Так, я немножко решил передохнуть, выйти. Передышать, как говорится. Идет у нас все тяжело. Тут ты в прошлый раз начал сниматься. Смотри, у меня вот такой пузо. Да, давай вырезки потом делай с этого. Красавчик. Едкие испарения. Я догадываюсь. Из-за чего это? И из-за кого? Ты же вытянул. Я же там сижу. На мосту сижу. У тебя какие-то чуваки, смотришь же сверху там желтыми глазами. Такие, что он там мутит, блин? Воняет чем-то еще. Ну, раскрытие. Прикрепите эту карту в ближайшей локации, считая по часовой стрелке, где не прикреплены едкие испарения. То есть, сюда пойдет. После того, как сыщик вошел в прикрепленную локацию, он проходит проверку два разума. При провале этот сыщик должен либо получить одну рану, либо один ужас. Либо разыграть ключевое слово. Охотник каждого врага в игре. То есть, не двинуться. Не, охотник не надо. Там один у нас движется и так вот этот человек. Очень сильно. Ну что, ребят, закончили мы еще один сценарий. Мы проиграли опять. Ну, мы играем уже три раза, играли в эту игру. Все время один раз, два раза. Точнее, два раза. Один и тот же сценарий. Потом переделали персонажей и заново начали проходить. Сейчас наши персонажи пошли дальше. Мы опять проиграли. Но получали целый список проблем. Я перешел вон с одной физической травмой. Ваня с двумя физическими травмами. С одной ментальной травмой. Плюс наша пометка, что мы принесли в жертву какому-то богу кучу народу. Короче, не знаю, неизвестно, что там дальше. Но дальше нас ожидают, как мы планируем, оборотни. Что будет там, непонятно. Нелегко спасать мир, если я вам скажу, если честно. А вы даже неблагодарны. Ваня, вот ты за них страдаешь. Они даже не знают твоего имени. Да мы просто всех в жертву принесли. Да, целый город. Мы целый, ну практически целый. Там какое-то число людей. В Венеции принесли в жертву какому-то здоровому чуваку со щупальцами. И это даже не Ктуху. И это даже не Ктуху. Ктуху, наверное, очень игно не будет. Да, блин, плевать, что там был. Меня били. Я бегал по всей карте. Ваня пытался сражаться. Я просто убегал, убегал, убегал. И доубегал с того, что на мне было кучу монстров. И они меня просто загрызли. Я хотел столько... Тебя тоже загрызли, кстати. Те же самые, кстати. Которые от меня перешли потом к Ване. Как вы видите, у нас уже тут немножко темно. Не знаю, как хорошо меня видно. Там на фоне у меня дети кричат. Скочил я еще в магазин. Сколько продуктов купил своим малышам. На завтра. Фух, что-то меня на стол сегодня вымытыли очень сильно. А завтра еще как-то на работу надо вставать. Короче, тяжело. Камера у меня разваливается. Чтобы вы понимали, она уже все в скотче. На, как его, канцелярских терезинках. Канцелярские они вроде называются. Короче. Тяжело на нее снимать. Но будем надеяться, что у нее хороший получится влог. Картинка, конечно, 100% будет немножко слабоватая. Но что поделать. Лера для своих видосов, в принципе, забрала нашу основную камеру. Поэтому приходится на довольство тем, что есть. Это, конечно, лучше, чем телефон снимать. Топаю домой. Надеюсь, не забуду, вам покажу еще последние мои приобретения. Хотя, вот я показывал. Я уже не помню. Вроде не показывал. Сейчас, кстати, покажу, что Лера... Ну, точнее, мы с Лерой купили к нам домой. Вот такой вот, как это называется, блендер. Ну, это, короче... Вот такая вот штука. Ну, давайте я вам покажу сразу, что я приобрел недавно. Так, первая книжка – это биография Лавкрафта. Она была в супероблужке. Я ее просто не могу найти. Сейчас ее читаю. Так, что по привычках манго... Так, где-то что? Прочитал буквально сколько? 53 страницы. Ну, география-биография по Лавкрафту. Том первый, не знаю. Будет еще второй, но я что-то пока не нашел. Так, дальше, дальше. Продолжение моей манги с сага о Винланде. Первый томик мне понравился. Вот решил взять и второй. Пока еще не начинал. Дальше. Манга «Монстр» книга первая. Не знаю, о чем она. Взял чисто потому, что Раня сказал, что он смотрит сейчас аниме. Ему говорят, что оно нравится. И поэтому я думаю, ну, раз вышло, возьму, попробую. Взял вот такой вот первый отряд. Думал, что это манга. Это оказалось комикс. Кстати, от российских издателей, не издателей этих авторов. Ну, и какой-то еще кореец, не знаю, японец кто он. Вот. Ну, прочитал. Понявил, что манга такая бодренькая. Ой, манга, говорю, аниме-мультик бодренький, клевый. Но она мне такая, ну, не знаю, на четверочку. Чтоб прям сильно впечатлило, такого не было. Следующее, что у меня вышло, купил я это «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, часть первая, вторая, графический роман. Взял просто потому, что люблю вселенную. Не знаю, как будет комикс. Попробую. Вот. Книги очень люблю, игры очень люблю. Попробуем еще и графический роман. Может, тоже стоящий. Так, дальше. Вот этим, что я долго ждал и что я долго хотел, это артбук по ужасу Архаму. Вот как раз таки ту игру, в которую мы играли. Вот по нему артбук. Крутая книга. Крутые арты. Вам, наверное, там все отсвечивает. Ну, блин, простите, ребята. Вот. Любителям лавкрафта и игр, фильмов, книг по нему советую. Крутая штука. На сегодня, думаю, все. Такой, конечно, у меня фон немножко засранный. Такой вот влог. Такие вот съемки. Вспомнили былые времена. Поснимали на экшн-камеру. Надеюсь, я еще помню, как на нее снимать. И у меня все снялось хорошо. И меня видно отлично. За качество, простите. Но бывают такие моменты. Поэтому увидимся скоро. Не забудьте на все мои телеграммы, инстаграммы. Все-все на это подписываться. Подписываться на канал. И до скорых встреч. Продолжение следует.